ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД Кто же позволяет использовать в этом деле? Какие продукты? Вы знаете, опытные наши покупатели говорят, что можно сделать практически из всего. Недаром существует даже такое название – табуретовка. Ну, понятно, что из табуретов никто не делает, но, тем не менее, сахаром абсолютное большинство не ограничивается, потому что продукт можно изготовить из фруктов, из ягод, из зерна, из солода, рис. Практически любой ингредиент, который содержит либо сахар, либо крахмал в составе, из банальной картошки можно делать. Напитки получаются очень разные, потому что сырьё придаёт специфический вкус. И, ну, чаще даже это гораздо вкуснее, чем продукт из обычного сахара. Если же говорить про Кировскую область, ну, у нас здесь, к сожалению, не растут апельсины, абрикосы. Не располагаем мы большим обилием фруктов. Да, но, тем не менее, в сезон яблок, а у нас это, к счастью, бывает часто достаточно, вот, пожалуйста, идеальное сырьё для производства. Ну, и за последние годы очень активировались наши садоводы в плане производства винограда. А виноград традиционно – это отличный продукт, который подходит для приготовления разных вкусных напитков. Поэтому… Ну, потому что его нужно вырастить в больших объёмах, да, чтобы и хватило и поесть, и, собственно, вот, пустить для этого. Ну, здесь уже садоводы стараются. И приятно видеть, что там где-то в соцсетях, особенно осенью, когда созревает виноград, когда появляются яблоки, всё больше и больше постов людей, которые хвастаются, показывают свой урожай, и бывает даже продукт, который из него получается. А что касается ягод, регион у нас ягодный ещё, в том числе всевозможные смородина, крыжовник, черёмуха и так далее. Тоже это используется в производстве, но ягоды чаще используются именно для настаивания на них, чтобы получить ягодные напитки. Самый популярный, конечно, клюква, брусника. Ну, и вот не забывают и про смородину, крыжовник, про то, что растёт. Малиновые напитки есть. Но всё-таки как основу их используют реже. В общем, простор для творчества просто преогромный, надо сказать, да? Да, конечно. Благодарю Александру Татаринов, руководитель сети магазинов «Колба». И традиционно в конце, напомним, адреса. Да, наши магазины находятся в Кирове по адресу Октябрьский проспект 139. Это в магазине «Кировские товары». И второй наш магазин на улице Ленина, дом 12. Спасибо. Всего доброго.